Девушки отдыхают 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 здесь неспроста. Очень быстро в город вырывается весна, все расцветает, появляется солнце. В преддверии 8 марта мы хотим поздравить самых дорогих и самых близких своих коллег. Ну что ж, именно сегодня я хочу поздравить своих коллег, моих прекрасных девушек, моих любимых леди. Я предлагаю вам не переключаться и отправиться вместе со мной. Едем мы сейчас. Event, агентство, фишка, бай. Очень безумно креативные там работают люди. В частности, большинство из них девушки. Там неиссякаемая концентрация каких-то креативных идей, новых фишек, каких-то новых концептов, мероприятий и всего такого. Это очень классно, потому что рынок не стоит на месте. Вот их хочется и поздравить. Каждый год 8 марта мы поздравляем друзей, подруг, то бишь с этим праздником, зачастую коллег. Всегда это происходит по-разному. какой-то год мы одевали костюмы суперменов. Каких-то героев ездили, поздравляли вот цветами там. Брали с собой какую-то активную колонку там, что-то еще с музыкой. Вот, это своеобразная очень какая-то крутая традиция. При том, что многие уже там подруги знают, что если 8 марта нужно что-то ждать интересное, к чему-то там, не знаю, готовиться, не готовиться, но знак внимания обязательно будет оказан. Самое интересное, когда выбрасывали цветы в инстаграм, там миллиард комментов каких-то, чего-то еще, приедьте ко мне, скидывают адреса, телефоны, там кто-то просто комментит, я с другого города, жаль, что я не с Минска, не заеду. Была идея, кстати, в прошлом году сделать небольшой там челлендж флешмополя. 8 марта был снег в том году. Мы хотели собрать, по-моему, человек 100 мужчин, выложить с 8 марта из живых людей, подснять с квадрокоптера с высоты. Тоже такая очень хорошая идея. Но пока она не реализована. Ну что ж, друзья, мы прибыли на офис фишка Бай и здесь трудятся самые красивые девушки нашей страны. В преддверии 8 марта они, кстати, больше всех сегодня трудятся. Я представляю, насколько приятно им будет, когда мы появимся с цветами. И я сегодня буду не один, а со мной будет саксофонист Александр Гайкевич. Все получится круто, пойдемте. мол, до готовых тебе с лопочками. Муа! 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 Субтитры подогнал «Симон» Артём? Девчонки, я знаю, насколько больше вы работаете в эти праздничные дни. И надеюсь, что это небольшое поздравление скрасит вашу работу, и вы будете больше улыбаться и понимать, что праздник в первую очередь у вас. С 8 марта! Так, ну что, мы продолжаем. Едем в следующее эвент-агентство. Это Grand Fiesta. 10 лет они уже на рынке. Безумно также талантливые и перспективные. Ну, в принципе, логично, потому что 10 лет говорят сами за себя. Эвентеры, как всегда, готовятся к выходным и только к выходным. Горят какие-то кипят проекты. Собственно, мы сейчас это поздравим. Вообще, 8 марта, я считаю, что это просто шанс и повод порадовать свою половинку, свою сестру, свою маму, близких, родных, родственников. Напомнить о себе, подарить им какие-то эмоции и дать понять, что даже 8 марта – это повод, чтобы люди радовали жизни и улыбались. Это вторая локация. Мы готовы поздравить девчонок. Это эвент-агентство Grand Fiesta. Они не ожидают. Это будет для них огромный сюрприз, потому что серые трудовые будни могут скрасить только такие крутые парни, как мы. Девчонки, 8 марта может быть и будний день. Я поздравляю вас с праздником! Ну что, теперь я точно знаю, что ваш будний день будет ярким, насыщенным. И те встречи, которые вас ожидают впереди, они пройдут на все сто. Друзья, мы поздравляем всех наших красавиц, всех наших женщин, мам, леди, девушек. Конечно же, с 8 марта. Неважно, на самом деле, какой праздник, сегодня, завтра или послезавтра, радуйте своих любимых людей каждый день. Мы пришли в салон цветов. Цветок Бай для того, чтобы выбрать лучший, лучший букет для нашей коллеги. А главное, необычный, потому что подарок у нас тоже будет необычный. И в этом нам поможет наша куница, как она сказала, а именно... Инга Купчина, куница Бай. В этот раз мы захотели отказаться от банальных тюльпанов, потому что каждый раз мы их дарим, их видим, в каждом переходе. И сегодня я хочу показать, как составить букет максимально бюджетный, но чтобы он был авторским и очень нарядным. Главное, эффектно и удобно. Это правда. Два параметра, по которым мы сегодня собираем букет. Первое, на что мы должны обратить внимание, это цена. Я подобрала цветы, которые выглядят просто прекрасно, они объемные и по цене они максимально бюджетные. Перед тем, как я начну собирать букет, я хочу, как Флорис, задать тебе пару вопросов. Для кого мы собираем букет? Для моей коллеги. Отлично, скажи, сколько ей лет? Ой, такой... Я не могу это сказать, например, ни в коем случае. Хорошо, до 30 или после? Всегда? До. До, естественно. Во-первых, она эффектная, во-вторых, ей буквально несколько выпусков назад выпрямили эффектные волосы, что до сих пор мы все обалдеем, поэтому нужно сделать максимально красивый эффектный букет. Хорошо, и еще вопрос. Она больше добрая, мягкая, нежная или дерзкая, страстная, смелая? Все зависит от времени суток, но учитывая то, что мы будем дарить в первой половине дня, то, конечно же, нужно сделать нежно, красиво и приятно. Хорошо. Исходя из описания одаряемой, я подобрала специальный набор цветов. Как видите, в них нету красных оттенков, потому что алый цвет символизирует страсть, и так как букет будет для коллеги, мы убираем всяческие намеки и делаем приятный, милый, нежный букет, который никак не будет вас дискредитировать. А страсть мы отдадим работе. Правильно. Итак, начнем с нашей подборочки цветов. Я выбрала прекрасную пиановидную кустовую розу, одноголовую розу, левкодендроны. Для такой вот харизматичной девчонки я подобрала еще подсолнухи, зелень, хамилацию, популярную нынче гвоздику Блэк Молли, и взяла как акцентик очень красивый вид орхидеи, тем видео он оранжевый. Ну что ж, приступим. А можно ли собрать такой же букет в зиму? Конечно. Из цветов из гипермаркета? В принципе, можно, если вы знаете хотя бы минимальную основу флористики. Все букеты, которые вы складываете, должны быть собраны по спирали. У них должна быть чистая нога после момента связки. В принципе, если еще умеете упаковывать, вообще все супер. А по хранению цветка вы обязательно должны его подрезать, менять водичку каждые два дня. Тогда ваш букет простоит максимально долго. Ну что, мужики, тогда заранее идем в магазин, берем все самые яркие цветы, собираем их воедино, и получается то же самое, что и здесь. Это, конечно, не так эффектно, и, возможно, результат будет диаметрально противоположный. Так что выбор за вами – идти в цветок или идти в гипермаркет. У нас в Минске на площади Октябрьска на днях я случайно там проходил и встретил тот самый бренд – женщина с криком «Цветы любимой!» И у нее увидел шишки в букете. Шишки в букете. Вам нравятся шишки? Нет. Если честно, когда мы создаем букеты, у многих людей есть любимые цветы, и многие мужчины, зная предпочтение женщин, могут заказать букет даже с шишками, если прям вот нравится. А в основном шишки и всякие ягоды, все плоды ставят в букеты для женщин, которые беременны. Либо вот если вот прям очень нравится. Или в мужские букеты тоже все, что связано с хвоей – это мужской букет. Либо, возможно, вы были как раз-таки на Новый год, и все букеты новогодние, вот они тоже собираются максимально. Или те самые букеты из Польши по евро, которые продавали… Может быть. Все понятно. Тут нас пытались налюбить. Ну а что у нас больше всего и чаще всего заказывают белорусские мужчины в 8 марках? Чаще всего мужчины заказывают, конечно же, тюльпаны. Если честно, у нас в этом магазине очень распространенный клиент – это тот, который берет огромную охапку рононкулюсов. Очень часто у нас заказывают ландыши, очень часто заказывают пионы просто огромными охапками. То есть наш клиент уже приучен к тому, чтобы дарить оригинальные цветы не в сезон. Это очень круто, чего и вам советуем. Наш букет готов. Сейчас я его свяжу специальной лентой. И мы с вами его празднично упакуем, а потом посчитаем. Обязательно порадуйте свою любимую теплыми словами. Возьмите небольшую открыточку или записочку и прикрепите к букету. А сейчас самое интересное. Мы посчитаем, сколько стоит такой букет. Мы все подобрали, посчитали и собрали. В результате у нас есть два варианта развития событий. Прийти с банальным избитым букетом, но красивой речью. Либо красноречивым авторским букетом, который все скажет за вас. Как встретишь 8 марта, так год и проведешь на Брестеля 3. Валера! Ну и это еще не все. Сюрпризы продолжаются с Международным женским днем. А вот и продолжение нашего сюрприза. Мы прибыли в квадратур. Прокат квадроциклов. Один из самых лучших в городе Минске. Хотя, что тут врать. Самый лучший. Наши дамы уже в восторге и накатывают первые круги. Поэтому мы идем навстречу впечатлениям в восьмой день весны. Да, погода к нам благосклонна. И сегодня мы зажжем. Итак, пока девочек, которые хорошо себя вели в прошлом и следующем году, ведут в кино, рестораны, Валера привез нас кататься на квадроциклах. Вы еще не знаете и, возможно, после этого выпуска уже никогда не узнаете, но у нас очень большая и дружная съемочная семья. Наш редактор, наш продюсер. Я хочу у них спросить, готовы ли они к прекрасному восьмому марта. Алена, за что? Почему это с нами сделают? Девочки, мы вас поздравляем и желаем вам самых незабываемых эмоций, таких же, какие будут у нас, я уверена, прямо сейчас. Погнали! Девочки, мы вас поздравляем. 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 эмоций и адреналин. С праздником вас! Вот так, мужики, по цене одного похода в ресторан с одной дамой мы сходили сразу с тремя и получили невероятное количество впечатлений. А помог нам в этом квадратур. Начало весны. Вот и пришла пора всем мужчинам страны радовать своих любимых женщин. Мама, бабушка, любимая теща, жена, соседка по парте и даже бывшая девушка. Никто не останется без сюрприза 8 марта. Мы также не отстаем от трендов и уже предложили вам несколько вариантов отличных подарков. Чтобы дополнить этот список и немного повеселить вас в этот праздничный день, мы прошерстили интернет и нашли тройку небанальных подарков, сделанных мужчинами в международный женский день. Он легенда российской сцены. Его песни знает каждая женщина и чего уж там, каждый мужчина тоже. Его любят слушатели аж четырех поколений, а его имя давно стало нарицательным. Пусть болтают злые языки, что Августин уже не тот, он все равно продолжает собирать стадионы. Очередной концерт великого музыканта и похитителя женских сердец состоится 4 апреля в Минском дворце республики. Валерий Леонтьев выступит с новым шоу «Я вернусь» – шоу, которое напомнит всем о его величии. Уверены, что для многих женщин посещение этого концерта станет самым лучшим подарком. Так что прекращайте ревновать свои вторые половинки к суперзвездам и бегите за заветным билетом. А ваша мама уж точно не забудет такой изящный и роскошный подарок. Но если билеты на концерт, в фитнес-центр, на йогу, массаж и на сказочное Бали вам кажутся заезженной темой, то мы предлагаем вам подарить своей любимой половинке смелый, но оригинальный подарок – посещение мужского стриптиза. Закажите ей и ее подружкам поход в ближайший бар с развлечениями для взрослых. Пусть профессионалы своего дела сделают отличный вечер вашей подруге. Главное не забыть после этого наполнить ванну с лепестками роз и зажечь свечи, чтобы девушка не потеряла голову и не забыла, кто ее настоящий мужчина. Но если вы еще не готовы на подобные жертвы, то развлеките свою любимую абонементом на стрип-пластику. Как говорится, двух зайцев одним махом. И женщине приятно, и она в долгу не останется. Главное, чтобы такой ход не посчитали намеком на лишний вес, ведь настоящий мужчина должен продумывать все варианты развития событий. Однако, если вы не приверженец радикальных методов в поздравлении, назначьте вашей любимой или матери, или подруге встречу в опере. Такое неожиданное погружение в искусство для любой женщины станет глотком свежего воздуха в современном, бурно развивающемся мире. Наденьте свой лучший смокинг, сделайте утонченную стрижку, купите букет алых роз не с длинными стеблями, не забывайте, куда вы направляетесь. Главное, выберите действительно стоящую постановку, которая будет у вас на слуху, либо про которую говорила ваша возлюбленная на первом свидании. А как вы думали, чтобы сделать хороший подарок, нужно хорошенько освежить память? В любом случае, внимания и заботы много не бывает. Любите и радуйте своих любимых каждый день, и гарантируем, вам это вернется в двойном размере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...